Взрыв в поселке Новоалексеевское произошел во дворе частного дома на улице Буденова. Пострадал мужчина, сейчас он в реанимации обстоятельства трагедии, выяснял наш корреспондент Дмитрий Коньков. Хлопок, и вот здесь вот, главное береста лежит, вот здесь вот, вон ящичек загорелся только. Сидения стоят, на них ничего, я ничего понять не могу. Сюда вот краску выплеснуло, что было, вот в этот проем. Леонид Водовозов рассказывает, как бросился к соседу на помощь, когда услышал сильный хлопок. Увидел, что на земле весь в крови лежит Игорь Лудищев, на нем дымится одежда, рядом горит ящик с банками краски. Его здесь и тушили, вот его только повернули, вот все, целили, шланги они протащили, я там был в огороде, быстренько шланг прокинул, супруга включила, заливал. Взрыв во дворе частного дома в поселке Новоалексеевское прогремел в 10-м часу вечера. Серьезно пострадал 48-летний мужчина. Соседи сразу вызвали скорую помощь. Ну он еще со мной, видать, в горячке был, разговаривал, я говорю, что случилось, я сам, говорит, не понял. Игоря Лудищева доставили в городскую больницу Первоуральска, сразу в реанимацию. У пострадавшего от взрыва мужчины ожоги третьей степени, обгорело 80% кожи. Обожжены руки, ноги, туловище и голова. Также врачи были вынуждены ампутировать пострадавшему левую руку. Трудно сказать, хотя состояние крайне тяжелое. Ожог большие по степени и по площади. Поэтому прогноз пока не трудно сказать. Взрывной волной сорвало крышу, выбило стекла в теплице. Игоря Лудищева отбросило на несколько метров. Сотрудники городского отдела надзорной деятельности установили, что перед взрывом пострадавший красил металлический навес во дворе. Мужчина производил покраску во дворе конструкции несущих. Ну и рядом с емкостью, с ацетоном, либо растворителем сидел и курил. В связи с... так как было все под крышей находилось, пары не выветривались, а сконцентрировались именно в этом помещении, так скажем. Произошла вспышка. Сейчас первоуральские врачи продолжают борьбу за жизнь Игоря Лудищева. Готовят экстренно доставить пострадавшего в 40-ую больницу Екатеринбурга. Дмитрий Коньков, Денис Хромцов. Новости Первоуральск.